Торжественные мероприятия начались с минуты молчания. На Воскресенском кладбище 8 братских могил. В них покоится почти 8,5 тысяч солдат, погибших в саратовских госпиталях и под Сталинградом. Почтить память погибших пришли члены правительства, руководители города и депутаты. Дед Александр Белова – бортмеханик четырехмоторного бомбардировщика. Прошел три войны – русско-финскую, русско-японскую и Великую Отечественную. Я им очень горжусь, потому что для меня это великий человек, который перенес такие ужасы войны, но благодаря этому мы сейчас живем, мы сейчас процветаем, у нас все хорошо и в стране, и в семье, и просто все замечательно. Второй год саратовцы возлагали цветы к памятнику воину-освободителю, а не к мемориалу-защитникам Отечества в честь всех победителей той войны – залповый выстрел. В одном строю и стар, и млад по театральной площади прошли войска саратовского гарнизона. Полицейские и чекисты, таможенники и спасатели, курсанты военных училищ и ветераны-участники локальных конфликтов. Посмотреть на силу российской армии пришли более 11 тысяч саратовцев. День Победы, он вообще для нас, для всех, это самое главное. День Победы – это тот день, когда наша страна завоевала свободу и независимость. Трудное, тяжелое, сколько пришлось пережить нашему народу, сколько мы потеряли. Поэтому, конечно же, мы не оплачены долгу перед нашими ветеранами за то, что они сделали для нас, для всех. Это им в День Победы все говорят спасибо. Ветераны Великой Отечественной – самые почетные гости праздника. Некоторые из них принимали участие в том первом параде Победы 45-го. Самым молодым солдатам Великой Отечественной сегодня уже за 90-е, но они по-прежнему в строю, хоть и со слезами на глазах. В священной песне в исполнении Леонида Сметанникова о священном месте для всех саратовцев. Соколовая гора – одна из главных площадок для празднования Дня Победы. Правда, с каждым годом количество ветеранов, которые добираются к монументу Журавли, все меньше. Свои 91 Елена Михайловна Зорина старается не пропускать подобных мероприятий. В 17 лет ушла на фронт, подделав документы, служила в войсках воздушного наблюдения, а в 42-м попала в осажденный Сталинград. Мы едем в машине в Сталинград. Он меня спрашивает, а ты не боишься передовую? А я ему говорю, я еще не видела, что это такое. И в Сталинграде я, конечно, видела это зрелище, это дикое зрелище. Это сыпались бомбы, снаряды, огненный дождь. Встретить кого-то из поколения победителей сегодня уже трудно. 9 мая на Соколовой горе – это праздник для тех, кто о войне еще ничего не слышал. Либо слышал, но только на уроках истории. Ну а для взрослых – традиционные хлеб и зрелища. Точнее, гречневая каша и песни военных лет. Шествие бессмертного полка – самое масштабное мероприятие Дня Победы. В Саратове люди с портретами родственников, тех, кто не дожил до 71-й годовщины, собрались у цирка. В память о победителях в акции принял участие и глава города с семьей. Олег Грещенко нес в руках фотографию бабушки. Она прошла всю войну и осталась жива. Бабушка служила в железнодорожных войсках. Восстанавливали рельсы, шпалы после бомбежек. Для нашей семьи это самый главный праздник. Мы вспоминаем своих дзидов. Они проливали кровь, воевали, завоевали для нас свободу. Они для нас являются ориентиром жизненным. Мало того, еще после войны восстановили страну. Николай Федорович об акции узнал из рекламы. Говорит, хоть здоровье уже не позволяет, но не прийти не мог. В строй бессмертного полка встал вместе с портретами отца и командира. Если левый, это мой отец, который прошел все четыре войны. Гражданскую, первую мировую, финскую и отечественную. Аецко-мароковичник Николай Михайлович. Наш легендарный летчик-истребитель, на счету которого 54 сбитых самолета. И ни разу не был ранен, ни разу не был сбит. Я в него служил через 20 лет после войны. Закончилось шествие на театральной площади. В Саратове в бессмертном полку приняли участие 50 тысяч человек. В прошлом году на акцию пришли всего четыре.